Москвич достался Павлу Орлову по наследству. Дедушка передал ему свое авто еще до рождения внука. Вдора как память семейная больше. Сейчас в основном использую как на выходном дне. В принципе тоже машина эмоций. Комфортно, уютно. Таких как Павел, любителей раритетной машины в Барнауле не так уж и мало. Парни даже создали свой клуб, катаются на москвичах по выходным и ездят на выставки. Кстати, Алтайский край занимает второе место в стране по числу москвичей у населения. Их по нашим дорогам ездит почти 13 тысяч. Больше лишь в Москве. А вообще в России зарегистрировано неполных 200 тысяч таких авто. В 2022-м москвич чувствует себя не менее уверенно. Если в прошлом веке эта машина считалась признаком достатка, в веке 21-м ее любят за эксклюзивность и недорогое содержание. Простой, надежный, технологичный и легкий в ремонте при этом автомобиль для простых семей. В советское время была система, когда взаимозаменяемые запчасти были. То есть можно было от одной машины на другую. Уже когда пошел 41-й москвич, от этого совершенно отошли. Запчасти пошли сразу только на нее. На другие машины они уже не подходили. То есть от советской системы отошли. Поэтому здесь все свое. Все, как говорится, родное. Это один из трех автосервисов в Барнауле, где занимаются редкими авто. Мастера ищут запчасти на москвичах в других городах и даже странах. Вручает то, что качество родных запчастей москвича отменное и служат они много лет. В нашей экономической ситуации этот фактор может вновь поднять народную любовь к отечественному автопрому. Ведь проблемы с запчастями и комплектующими нам подтвердили почти с каждой зарубежной маркой. Сейчас вот мелочевка еще осталась. И стекла, и уплотнители, и двери. У меня было по 40 дверей каждой стороны. То есть вагон как пришел, уже последний вагон с запчастями. И вот мы продавали. По данным федеральных СМИ, до конца года в стране должны вновь начать выпуск москвича. Делать это планируют на базе Рено, который перешел в собственность Москвы. Но не спешите радоваться. Такого же антуража 80-х, 90-х уже не будет. Мы не собираемся выпускать старые модели. Мы собираемся выпускать самые современные модели с переходом на электромобили. Но, конечно, нам понадобятся и международные партнеры для этой работы. Потому что с ноля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно. На заводе планируют выпускать автомобили по примеру китайской модели Jack, но под маркой Москвич. Судя по всему, от изначального автомобиля останется одно название. Внешне авто будет схожий с Рено Логан. Внутренности, судя по информации в СМИ, будут китайские. К слову, сейчас из-за санкций авторынок наполнен запчастями Поднебесной. Но по отзывам автомобилистов, эти детали служат год, в отличие от пяти лет западных аналогов. Насколько качественной получится новая старая машина? И завоюет ли она сердца россиян так же, как ее предок? И огонь и воду прошли на нем. Я считаю, что это самая лучшая из 80-х, 90-х годов лучшая модель. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком.